Картинка, друзья. Тут первое... Опачки! Я не держался! Глухой нокаут. Это красиво. Это классно. Его заверник в красном углу из города Омск. Ему 25 лет. Рост 180 сантиметров, вес 70 килограммов, 650 граммов. Проф-рекорд два боя, две победы представляет бойцовский клуб Архангел Михаил Дмитрий Киреев. Рекори боя Георгий Томоев. Бойцы на середину. Так, парни, вы профессионалы. Правила вы знаете, правила не нарушаем. Слушаем внимательно команду рефери. Пожали руки. Удачи обоим. По углам. По сложной списке, возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах гораздо опытнее Владимира Кузьминых. 17 поединков. Гораздо старше ему на 9 лет, ему 34 года. Но выше ростом при этом у нас Дмитрий Киреев. Бой! Семь раз и приемами выигрывал два раза. Пальцами внимательно. И один раз побеждал по очкам. И с семи поражений два поражения приемами, четыре поражения ударами и одно поражение по очкам. То есть рекорд говорит сам за себя и процентовочка. Ну а у нас пока в клетке Киреев потихонечку стал включать свою кикбоксерскую базу. Резкие лоу-кики, резкие удары руками. Никаких даже намеков на партер пока что. Хотя, кстати, мы вот видели в том же поединке с Фунтовым, что Киреев в партере работать умеет. Не факт, что любит, но уметь точно умеет. Жесткий лоу-кик от Киреева. Ух ты, хорошо цапнулся Беренинг криком слева. Пробил, простите. Снова пробил и соперник даже зевнуть не успел. Киреев у нас в левше. Лоу-кик от Кузьминых. Пытается успевать Владимир за этой какой-то безумной скоростью, но пока хитрит Киреев. Финти, да, и так достаточно разнообразно действует. Там и мидл-кик по корпусу, и джеб в голову. И совершенно мастерски там в одном из эпизодов пробил Киреев передней ногой во внутреннюю сторону ноги соперника. Вот этот коварный такой лоу-кик, который практически невозможно увидеть до того, как станет слишком поздно. Киреев очень быстрый, очень резвый, такой куражный. В общем, диктует, собственно, темп задает как раз-таки Киреев. Киреев всегда берет и в кикбоксинге, и в ММА. И пока в целом на один удар Кузьминых отвечает там тремя-четырьмя успевает Киреев. Там был лоу-кик от Кузьминых, и тут же джеб в голову от Киреева. Ну, у нас здесь такая классика жанра, проспект против джерни-мена. Ну да. Такой очень плотный. Снова попал слева навстречу Киреев. Кузьминых очень такой стойкий, всегда всем дает бой. Ох ты, а вот и Кузьминых тоже попадает сейчас справа по КВ. Крюком так цепанул он Киреева. Пошел Владимир вперед. Внимательно, внимательно работаем. Не нравится Кузьминых, что бегает от него Киреев, но для кикбоксеров после маленького ринга в клетке для ММА столько места. Раздолье. Я думаю, это уже, да, вторая натура просто сместиться куда-то. Ну как грамотное использование пространства. Ух ты, попадает снова слева Киреев. Причем сбил передней рукой переднюю руку соперника и тут же наказал. Очень резкий Киреев. Еще один кросс слева от Киреева. Жесткий лоу-киков в сторону бедра от Кузьминых. Киреев на сопернике. Финтит-финтит попадает в серии. Ох, аперхот там какой из передней руки. Ну слушайте, друзья, ну ударка Киреева это просто искусство. Честно. Такое мастерство, это приятно наблюдать. Я так уже включил виртуального матчмейка, матчмейкера представил. С кем дальше? Да, Киреев-Зайнуков, например. В легком весе? Да. Ну не знаю, там далеко подниматься Магомедов. А, почему? А, согнаться? Ну да, может быть. 3 килограмма он не вполне. Вполне, но это вообще, это получается у нас кикбоксинг против муай-тай в ММА. Попал сейчас двоечкой, так чуть-чуть болтануло. Мне тоже показалось, что на долю секунды Владимир немножко потерялся. Но пока, Владимир, все-таки есть шанс продержаться первый раунд. У нас пока 3 предыдущих поединка не проходили, не доходили до второго раунда. Ну немножко грустно, когда мы вынуждены про бойца так говорить, что имеет шансы додержаться до конца раунда. Но такая уж тут картинка, друзья. Тут первая... Опачки! Раунд держался! Глухой нокаут! Это точно! Красиво! Это было красиво! Капец, это был один удар. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Киреев